Сезон открыт. Состоялось первое заседание Рязанской областной думы шестого созыва. Психология и медицина. Пути поиска оптимального взаимодействия. Конференция в Рязанском медуниверситете открыта. Сегодня состоялось первое заседание Рязанской областной думы шестого созыва. Новый состав депутатов собрался в гербовом зале дворянского собрания. На повестке дня было 10 вопросов, среди которых изменения в регламент думы и избрание председателя. Депутаты областной думы шестого созыва впервые собрались новым составом на первом заседании. С приветственной речью к ним обратился глава региона Олег Ковалев. Губернатор отметил, что работы у парламентариев в современных экономических реалиях будет много. Решать вопросы, касающиеся не только сохранения экономического потенциала области, но и ее развития, нужно сообща и слаженно. Поздравляю вас с избранием в состав Рязанской областной думы шестого созыва. Вам поверили люди, поверили избиратели. Теперь вам предстоит много и активно работать, чтобы это доверие оправдать. 2016 год будет очень непростым и в экономическом плане непростым. К этому нужно быть готовыми и нужно сделать все, чтобы пройти этот трудный период без каких-то существенных потерь. Это возможно лишь забыв про разногласия, про межфракционную борьбу и объединив усилия. В состав областной думы шестого созыва вошли 36 депутатов. Из них 32 от партии «Единая Россия», двое от Коммунистической партии и по одному из «Справедливой России» и ЛДПР. Сегодня парламентария открытым голосованием избрали председателя. Им стал Аркадий Фомин, имеющий опыт такой работы. Он возглавлял думу пятого созыва. Для меня это двойная ответственность и перед вами, моими коллегами, депутатами и перед избирателями, которые оказали нам доверие представлять их интересы в региональном парламенте. Депутатский корпус шестого созыва обновился чуть более чем наполовину. В целом в новом созыве представлено 4 политических партии, 4 фракции. Это парламентские партии. И, конечно, каждое объединение шло со своей программой, со своим представлением о решении тех или иных вопросов. Но я считаю, что мы должны вести со всеми необходимый диалог, искать компромиссы, вырабатывать решения. Также депутаты избрали первого зампреда облдумы. Им стал Александр Шевырев. Еще одним заместителем председателя избран Михаил Кривцов. Кроме того, на заседании были назначены руководители восьми комитетов и двух комиссий. Особое внимание депутаты уделили назначению члена Совета Федерации от Рязанской областной думы. Николай Булаев, по мнению коллег, стал единственным и наиболее компетентным кандидатом на этот пост. Что касается меня в Совете Федерации, то я, естественно, благодарю вас сегодня, проголосовавших за мою кандидатуру. И абсолютно точно все, что есть у меня с точки зрения интеллектуального потенциала, физического, организационного, в какой-то степени административного, я буду использовать в интересах Рязанской области. И я уверен, что то взаимодействие, которое будет выстроено с депутатами Рязанской областной думы, вне зависимости от их политических пристрастий, оно будет направлено, в первую очередь, на реализацию интересов Рязани, Рязанской области. Также Николай Булаев сообщил о досрочном сложении полномочий в качестве депутата областной думы. Этот вопрос был внесен в основную повестку дня, и депутаты единогласно его поддержали. По окончанию заседания представители фракции, напомним, в облдуму прошли четыре партии, поделились с прессой, планами и рассказали о приоритетах их работы. В планах Рязанской областной думы, в первую очередь, это подготовка и работа по бюджету 2016 года. Он, конечно, формируется не в простых экономических условиях. Мы переходим на однолетний бюджет. Безусловно, бюджет должен исполнять все взятые на себя обязательства государством и региональной властью. Наша партия и наша фракция в Рязанской областной думе всегда ставила вопрос о необходимости поддержки, законодательной поддержки, прежде всего, малого и среднего бизнеса, той наиболее мобильной части нашего общества, где концентрируется как раз экономическая активность, которая наиболее легко приспосабливается к тем или иным, очень быстро меняющимся условиям в разных отраслях нашей экономики. Основная задача работы любого депутата – это работа во благо развития Рязанского края, работа во благо Рязанской области. Будем активно работать и я надеюсь, что достигнем определенных результатов. Что-то нужно делать в области в плане улучшения социально-экономического развития. Вы слышали и выступление губернатора, он как сказал, что у нас сложные ситуации. Мы бы это обрисовали не просто сложные, а очень сложные ситуации. И решать ее, конечно, нужно будет и чиновникам, вместе с депутатским корпусом. Остается только пожелать депутатам продуктивной и слаженной работы, чтобы со всеми задачами они справлялись легко и быстро. В художественном салоне на Старом Перекрестке открылась очередная персональная выставка молодого рязанского живописца Владимира Янаки. Несмотря на свой возраст, он уже удостоен признания на самом высоком уровне как представитель Русской реалистической школы живописи. Лауреат премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства первой степени, лауреат премии Московской патриархии, 5 лет являющийся членом правления Рязанской организации Союза художников России, представил на суд зрителя работы, написанные за последний год. Подробнее в сюжете Марины Комиссаровой. Для выставки этюдов, написанных в течение 2015 года, Владимир неслучайно выбрал название «Русские мотивы». Тема угасающей, уходящей в прошлое русской деревни, деревянного избинного быта, остро звучит во всех работах, которые можно увидеть на выставке. На самом деле я много работ писал в прошлые годы, посвященные теме севера, русского севера. И это большие холосты, по несколько метров, по полтора метра большие холосты. Ну а вот эти небольшие этюды, которые я пишу, живя в Рязани, летом, это как бы попытка вернуться к каким-то своим таким излюбленным, может быть, даже детским впечатлениям. Потому что, как говорил Пикассо, что все художники, они родом из детства. Любителям живописи наверняка хорошо знакомы работы Владимира, которые он выполнил, вдохновленный поездкой на русский север. Однако красоту художник старается увидеть и запечатлеть повсюду. Особенно в самых, казалось бы, знакомых и близких местах. На этот раз источником вдохновения стали берега Аки в районе Коростова и поселка Белоомут Московской области. Важно еще для каждого художника не просто быть таким передатчиком какого-то видимого ряда, окружающей действительности, пейзажа, а найти еще какие-то свои излюбленные темы, то, что именно присуще самому каждому художнику в отдельности, какие-то свои излюбленные мотивы. Это, конечно, очень важно. Ну а вот именно Белоомут, он вообще меня покорил своей красотой. Там много очень таких красивых старых деревянных домиков, аутентичных, с старинной резьбой, с интересными старинными заменчиками, балкончиками. И, конечно, для живописца это очень интересно в плане красоты. Коллеги узнают Владимира не только по его любимым мотивам и признанному таланту, но и по особой стилистике живописи. Я сам, в общем-то, про свой стиль не думаю, когда я работаю. Это все получается как-то по наитии, само собой. Но вообще в живописи меня интересуют русские художники из Союза русских художников. Было такое общество на рубеже 19-20 века. Это художники такие, как Жуковский, Константин Йон, Константин Коровин. Ну и масса других авторов, Виноградов, Архипов и много-много других, чья работа мне нравится. Я вот как-то стараюсь в своем творчестве следовать их традициям реалистической школы живописи. 2015 год выдался довольно плодотворным для художника. Его наградили стипендии правительства Российской Федерации для молодых художников. За пропаганду патриотического воспитания молодежи он награжден благодарностью МВД по Рязанской области, а также выдвинут по решению Рязанского союза художников на соискание премии президента для молодых деятелей культуры за 2015 год. Помимо всего этого Владимир преподает рисунок и живопись в современном техническом институте Рязани на отделении архитектура. И впереди у него реализация новых серьезных задумок, связанных между тем с его любимыми русскими мотивами. Мастер-классы, дискуссионные площадки, выступления с научными докладами – все это ждет участников конференции «Психология и медицина. Пути поиска оптимального взаимодействия», которая стартовала в Рязанском государственном медицинском университете. В течение трех дней участники из разных городов и даже стран мира будут обсуждать актуальные вопросы клинической психологии, наметят пути решения наиболее важных проблем. На открытии конференции побывала Марина Комиссарова. Проведение научно-практической конференции «Психология и медицина. Пути поиска оптимального взаимодействия» уже стало доброй традицией для Рязанского государственного медицинского университета. 7 октября состоялось открытие проекта, в котором примут участие студенты и молодые ученые из 35 городов России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Колумбии. Конференция «Психология и медицина. Пути поиска оптимального взаимодействия» является титульным мероприятием факультета клинической психологии. Ее цель – объединение студентов-психологов всех медицинских и немедицинских вузов России, именно клинических психологов. Она проводится для того, чтобы повысить научный потенциал студенчества, подумать о профессиональном развитии наших клинических психологов. Потому что проблемы, которые ставят студенты на этой конференции, они касаются и будущей профессиональной деятельности, и научных исследований. Значение психологии в современном мире сложно переоценить. Количество людей, которые обращаются к психологу именно как к врачу, заквалифицированной медицинской помощью растет из года в год. И это одна из причин, по которым клиническая психология динамично развивается. Мы давно уже говорим о том, что существует определенный, ну скажем так, дефицит знаний у специалистов практического звена в этом направлении. Очень часто именно тех психологических аспектов, которые нужны в общении с пациентами, с родственниками пациентов, их не хватает. И то, что эта конференция проходит, и проходит она уже не первый раз, это большой положительный момент. Ну а уж то, что это проходит именно в стенах нашего флагмана Рязанского государственного медуниверситета, это тоже большой плюс для нашего региона. Необходимо расти в том же ритме и молодым специалистам-психологам. За новыми знаниями и опытом они и приехали на конференцию в Рязанский медицинский университет. Рязанский государственный медицинский университет дал нам такую возможность, хотим сказать спасибо, конечно, это для нас, ну не первая конференция, мы посещаем такие конференции, это конференция по психологии, психологии и медицины. Мы как бы с факультета клинической психологии, нам интересна взаимосвязь и психологии, и медицины, и поэтому это большая такая возможность послушать, что-то подчеркнуть новое для нас. Надеюсь, что будет очень интересно, очень хороший уровень. Также медицинский университет предлагает нам мастер-классы, что вот очень интересно. Каждый участник может записаться, интересующийся классы и получить такой же сертификат. В ближайшие дни участников конференции ждет действительно интересная и насыщенная программа. Актуальные вопросы клинической психологии, мастер-классы, научные доклады и открытые лекции. И напоследок сегодня Владимиру Владимировичу Путину исполняется 63 года. На высших постах в стране он отмечает свой день рождения уже в 17-й раз. И сегодня праздник отметят необычным образом. Он согласился на участие в хоккейном матче, который состоится в рамках ночной лиги в Сочи. О том, что хотели бы пожелать рязанцы Владимиру Владимировичу, смотрите далее. Известно ли вам, что сегодня у президента Путина день рождения? Да, 7 октября. Могли бы пожелать что-нибудь ему? Здоровья. Здоровья. Просветания. Чтобы у нас в России все было хорошо и красиво. Благоустроено, чтобы пенсионеры жили хорошо. Прибавка к зарплате. Знаете, что сегодня у Путина день рождения? Да, и у меня тоже. Поздравляем вас. Спасибо. Ну, Путина, наверное, вас не поздравит, а вы что ему пожелали? Процветания долгих лет жизни. По-моему, 61 год ему? 63. Три, да? Пожелаете ему что-нибудь? А чего? Пускай так делает, все так. Он правильно, в общем, делает. Вот. Делал правильно, и сейчас он делает правильно. Здоровье ему, семейная жизнь, чтобы у него все было нормально. Что могу пожелать? Чтобы он поднимал, наконец-то, зарплату и пенсию. Единственное, что можно пожелать. А, чтобы здоровье было, чтобы в России все было хорошо. Вот. Войны, чтобы не было. Вот. И люди жили, все отлично. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok